Приветствую вас и, значит, давайте попробуем разобраться с вашей ситуацией. Значит, вы пишите, что я познакомился с парнем по интернету на сайте знакомств. Ну, здесь, соответственно, к вам будет первый вопрос. Почему вы выбрали для знакомств сайт знакомств? То есть, чем вызвана ваша вот такая победительская модель? Вы не доверяете, например, мужчинам в реальной жизни или вы разочаровались в них в реальной жизни? Мне бы вот очень хотелось, чтобы вы ответили на этот вопрос, потому что, ну, на самом деле, знакомство в интернете происходит всегда не от хорошей жизни и в тех случаях, когда оно все-таки происходит, то есть, человек это делает, как правило, ведомый определенными мотивами, определенными желаниями. Ну, например, вы, допустим, явно, ну, может быть, не совсем явно, но мне показалось, что вы страдаете от одиночества. Ну, то есть, прям, может быть, вот, не страдаете, прям вот, чтобы страдать остро, но то, что есть вот неприятное ощущение у вас от одиночества, это, на мой взгляд, совершенно очевидный факт. И это вас может доставлять общаться на сайте знакомства. Вот. То есть, первое, почему вы не знакомитесь с реальными парнями, что вам мешает, соответственно, и какие блоки стоят на пути к этому. Если вы, значит, если вы, значит, если вы религиозные, как и он, если вы скромные и чувствительные, то как вы пришли на сайте знакомств? Это очень важный вопрос. Не менее важный вопрос, это то, как мужчина попал на сайте знакомств. То есть, знаете, скромный и чувствительный настолько, что не может найти себе девушку в реальной жизни. Вам это не кажется как-то подозрительно, может быть? Вам это не кажется как-то странно, может быть? И так далее. Что стеснительный и скромный парень ищет себе девушку в интернете. Ну, наверное, надеется найти такую же стеснительную и скромную. Вот, например, вас. Только видите ли, в чём момент? Стеснительность и скромность ни в коем случае не нужно путать с двосятостью. Вообще, сама скромность и стеснительность – это тоже очень разные вещи. Скромность – это позиционируется как добродетель, как кто-то хорошее, тогда как стеснительность является, в общем-то, довольно серьёзной проблемой для человека. Потому что стеснительность – это непринятие себя. Соответственно, если вы чувствительны, то следующий момент, о котором нужно с вами разговаривать – это момент принятия себя. То есть, что именно вы к себе не принимаете, почему вы стесняетесь, почему вы считаете, что вы недостойны там чего-то и так далее. Вы писали о том, что у вас есть ребёнок, и, соответственно, вопрос звучит так. Понимаете ли вы, даёте ли вы себе отсчёт в том, что вы свою стеснительность, по сути дела, транслируете своему ребёнку. И ребёнок, очень может быть, в жизни будет иметь те же ошибки, что и вы. То есть, совершает те же ошибки, что и вы. Соответственно, если вы этого не хотите, то лучше будет, если вы, конечно, не будете транслировать свою стеснительность ребёнку, а его будете воспитывать в таком, немного, ну, более напористым, более, таком, агрессивном, если можно так выразиться, стиле. Ему, в любом случае, это пойдёт только на пользу. Ну, опять же, опять же, опять же, опять же, это справедливо только в том случае, если вы согласны со мной, и если вы считаете, что стеснительность действительно вам вредит, и если вы считаете, что от неё, от стеснительности действительно нужно избавляться. Потому что, конечно же, если вы считаете, что, например, это нормальное, это хорошо, что вы стеснительные, ну тогда, соответственно, сделать ничего нельзя, то есть вы как-то оставались при своем мнении, а на этот счет вы так и останетесь. Просто имейте в виду, что при наличии стеснения, то есть при непринятии себя, друзья-коррежащие вас тоже принимать будут не полностью, и из-за этого у вас могут быть проблемы. Проблема именно в построении отношений, потому что, чтобы устраивать отношения, нужно принять человека, чтобы человека принять, нужно принять сперва себя. Если вы себя не принимаете, то принять другого не можете тоже. Далее, по ряду причин, ему больше прославляет девушка, не имевшая за спиной семейного прошлого и детей. Вот здесь вы сразу говорите о нем, то есть вы сразу берете на себя ответственность за этого человека. Сразу просто, вы говорите, по ряду причин, ему бы поражала девушка, то есть вы познакомились, он к вам зимбатия проявляет, а вы его выбор, стоп, подмежаете сомнению. Почему? Потому что вы не принимаете себя. Не принимая себя, вы не можете принять его выбор. И не принимая себя, вы, опять же, не можете отдаться отношениям полностью. Потому что, ну, вот вас всегда мучает вот это все, что по ряду причин ему бы подошла другая девушка. Откуда вы не можете знать, какая девушка ему подошла, если он с вами в отношениях, да, находит? Это, конечно, очень хороший вопрос. Ну и самое главное, подумайте о том, можете ли вы делать за человека такой выбор. То есть, можете ли вы за другого решать, подходите ли вы ему или нет. Просто подумайте об этом. Без какого-либо давления, без какого-либо, там, без каких-либо намеков и прочего. Потом подумайте об этом. Пожалуйста. Вот. Видно было, что он привлекает ко мне интерес. А у меня брак был и ребенок имеется. Ну и что? И что? Что у вас имеется брак и ребенок? У каждого из нас есть проще. Вы стыдитесь своим вопросом? Вы стыдитесь браком, вы стыдитесь разводом. Почему? Да, вы развились. Да, у вас не словилось. Но это не повод для того, чтобы этого стыдиться. Это опыт, в любом случае. Вам это дало необходимое знание. Вам это подарило новые впечатления. Возможно, благодаря этому теперь-тепи вы знаете, что вам нужно лучше. А что не нужно точно. Вот, как правило, подобные вещи и дает брак. И то, что вы стыдитесь его, это опять же говорит о том, что вы себя не принимаете. И не принимая себя, вы не можете в отношениях быть с мужчиной. Потому что не принимая себя, вы не можете принять его и его. Опять. Ребенок у вас есть. Вы что, и ребенка стыдитесь? Сыдняетесь? То есть, понимаете, какая ситуация получается, вот, как это вижу я. Вы очень травмированы браком, то есть с отводом. И эта травмированность, она вам, вероятнее всего, не позволяет сидеть дальше вообще. То есть, вы застряли, вы застряли где-то вот, ну, застряли где-то между вот браком и свободой. И на самом деле это довольно плохо, потому что, видите ли, жизнь продолжается, вам нужно быть счастливой, вот, вам нужно быть женщиной, вам нужно чувствовать себя женщиной. А женщиной, вы себя не чувствуете, потому что вы себя зажимаете, опять же, потому что вы не позволяете себе быть собой, потому что вы стыдитесь, вы стыдитесь чего-то, вы стыдитесь каких-то аспектов своей жизни. А это неправильно, потому что свою жизнь вы не измените, и то, что с вами произошло, то, что вот с вами случилось, значит, это одно было случиться, значит, так давно было произойти. Вообще, над стеснением нужно работать, я еще раз вам говорю, вот у вас, ну, хочется верить, что есть еще время немножко до встречи с молодым человеком, вот, я очень рекомендую вам поработать над принятием себя. Потому что, ну, вот, знаете, то, что я вижу, это очень ужасно, что я вижу, это ужасно, потому что, потому что с таким отношением к себе нельзя строить отношения с другими людьми. Что вы дали своего ребенка, видимо, стесняетесь. Дальше. Так, он мне понравился, что очень с его стороны то проявление симпатии, то холодность. А холодность чем обусловлена? Или это у него просто такие перепады настроения, эмоциональные качели происходят? Недавно на мой вопрос о том, как он ко мне относится, для чего вы задавали этот вопрос, если вы ни разу не встречались в тот же большой момент, очень важный, с какого тела вы задавали этот вопрос. Он обязательно на данный момент считает меня другом. Ну, это единственное право, единственное право, которое можно написать вам. Мы ни разу не виделись и хотели встретиться летом. Ну, хорошо. Я надеюсь, что у вас получится встретиться летом. Сейчас он говорит, доживем до лета, все решим. Как мне поступить? А выбор? Какой выбор? Вы говорите, как поступить? Выбирать, еще выбрать, из чего можно. Вот, поступить, как поступить? Варианты какие-нибудь есть для того, чтобы поступать? Или как? Чтобы задавать вопрос, как поступить, нужно, чтобы был выбор. А я у вас, преднадцать шерстно, вот в тексте выбора не увидел. У вас нет выбора. То есть, вы не оставляете, как бы, сама себе никакого выбора вообще. Не потому, что вы его себя лишаете, нет. А потому, что вы просто не принимаете вопрос в выборах. Вы его не принимаете совсем. Обычные люди тратят, как поступить тогда, когда есть или-или, а у вас или-или нет. Соответственно, давайте хотя бы подумаем, как вы можете поступить. То есть, либо вы можете встретиться с ним, да, скорее всего, либо вы с ним можете не встречаться. Ну и, собственно, какие аргументы зададут, чтобы встретиться с ним, и какие аргументы зададут, чтобы не встречаться. Если вы, например, боитесь, что он нас оттолкнет, боитесь, например, ему не понравится. Если вы боитесь, ну, каких-то еще моментов, например, то это ваша проблема. Ну, чисто ваша проблема. И решать эту проблему нужно вам, самой. То есть, прорабатывать самостоятельно страх, например, неудачи. Может быть, может быть, страх одиночества, который толкает вас на то, чтобы искать мужчин в интернете и так далее. То есть, нужно, чтобы вы были более уверены в себе. Это с такой позиции, какая у вас, и с такой позиции, какая у него, а он ведь тоже в себе не уверен. Ну, я думаю, что далеко бы не уедете. Потому что не вы инициативу как таковую проявлять, видимо, не собираетесь. С ней он, видимо, инициативу тоже как таковую проявлять не собирается. Не собирается, по крайней мере, вы знаете, как классический мужчина, да, чтобы ухаживать за девушкой. Вот, говорит, что он встретится, там все решим. Ну, это, соответственно, означает, что многое зависит от вас. Да, можно ему будет тяжело в некоторой степени принять ваше прошлое, но, с другой стороны, разграничивать ответственность. То есть, с действительностью, она еще, с тем, что человек, вот, например, вы, не ограничивает ответственность. То есть, он не различает, где его ответственность, а где ответственность, например, другого человека. А это плохо, потому что нужно подразделять. Есть моя ответственность, есть ответственность тебя, есть твоя ответственность и так далее. И об этом тоже я рекомендую вам подумать как следует, потому что это важно. Очень важно на самом деле. Очень важно. Если вы не будете осознавать свою ответственность, если вы не будете видеть ее, то я боюсь, что, опять же, у вас ничего хорошего не получится друг другу. Потому что он будет винить вас в том, что у вас было прошлое, говорить, что вот он не может принять вас за этот вопрос, потому что он религиозный, скромный и вообще. А вы будете винить себя в том, что вот вы такая плохая, вот как вы могли это сделать. И в итоге получится все очень печально. Для ребенка. Для вашего ребенка получится печально. Потому что вы сами, ну, в принципе, вы сами это переживите, ну, вполне в силах. То есть, да, будет тяжело, да, будет нормально. Грустно, больно, но вы это переживете, вы сможете это пережить. Я думаю, это вам вполне по силам. А вот ребенок ваш, переживет ли он? Это вот большой вопрос. То есть, он, конечно, переживет. Он, конечно, переживет, но вопрос в том, что он вынесет из всего этого. Понимаете? Он так вас сейчас видит в такой вот, не принимающей себя и так далее. А что будет, если отношения у вас с мужчиной не сложатся? То есть, вы мужчину сперва введете в свою жизнь, а потом вы вынуждены будете его, например, вывезти. Ну и да, и при этом приправляет все чувством вины. Ну, будет это все довольно ужасно. Видите, как вопрос повернулся, да? Вы вот спрашиваете, как мне поступить? Поступить, а я хочу его терять. А я вам про ребенка говорю, чтобы вы ответственность за себя и за него брали. Это вот взрослая жизнь такая. Значит, как мне поступить? Ну, во-первых, я по вашему тексту не вижу никаких препятствий для того, чтобы вы встретили. И мне не очень понятен ваш вопрос, то есть именно с точки зрения вас. То есть вы в своем тексте, а мы в своем тексте, вопрос свой никак не обосновываете. То есть просто хоп, как мне поступить? Ну, вот сегодня очевидно, вроде бы. Вы встречаетесь с ним, потому что вы не хотите его потерять. Разве нет? А если нет, то почему нет? Почему нет? Что мы считаем? Или вы, не желая его терять, хотите попробовать с ним не встречаться? А что это тогда докажет? Опять же. Понимаете, какая ситуация получается? Значит, вы пишите о том, что не хотите его терять. Почему? Это вы не хотите его терять. Вы не хотите его терять. То есть вы не хотите чего-то, связанное с ним. Вы не допускаете чего-то, связанное с ним. Почему? Почему так? Я хотел бы, чтобы вы ответили на этот вопрос. Почему вы не хотите его потерять? Это заставляет задуматься о том значении, которое вы вкладываете в этого человека. Значение, конечно, для вас в первую очередь. Какое оно, это значение? Как вы его воспринимаете, мужчину? Что он для вас значит? И почему? Знаете, если вы его воспринимаете как средство для получения чего-то своего, это на самом деле не является правильным. Потому что мужчина не должен вам давать то, что хотите вы. Подобные отношения пораждают и, в общем-то, ненужные ожидания в отношении мужчины. И разочарование потом впоследствии породит, если вы не измените моего отношения. И так далее. А по стороне вас, это ещё и гипермотивация для того, чтобы быть с ним. И как следствие, не совсем правильные поступки. Вот как, например, сейчас вы пишите, что как не поступить. А как можно поступить? Как ещё можно поступить в этой ситуации? Как бы поступил кто угодно на вашем месте? Или вы считаете, что ваша ситуация, она уникальна, особенна? Ну, если так, если вы считаете, что она уникальна и особенна, то я рекомендую вам ответить на вопрос, чем? Тем, что вы исключительно, нет, это свечающее все качество довольно часто у людей, непринятие себя. Тем, что у вас был брак и есть ребёнок, тоже ничего особенного в этом нет. То есть исключительно в этом нет ничего. В этом нет ничего такого, чтобы делало невозможным бы вашу встречу и ваши отношения. Вот и подумайте, пожалуйста, об этом. Далее. Быть другом это уже хорошо, вы спрашиваете. Да, быть другом это уже хорошо, потому что на основе друзьбы может что-то разлиться больше. Да, быть другом это хорошо. Например, если не было бы друзьбы у вас, то, скорее всего, не было бы ничего вообще. Возможно ли добиться, так, добиться симпатии с его стороны? Вопрос. Зачем? Вот зачем вам добиваться симпатии с его стороны? И кто, по вашему мнению, должен вообще добиваться, вы или мужчина? Если вы считаете, что мужчина должен это делать, ну, если вы считаете, что мужчина должен добиваться девушку, ответ на ваш вопрос очевиден. Если вы считаете, что женщина, или считаете, что каждый по-своему должен это делать? Ну, опять же, в этой ситуации тогда, я думаю, что, да, отвечаю вам на вопрос, да, можно добиться симпатии, можно добиться симпатии, но для этого нужно быть той, кто ему нужен. Вот, кто ему нужен, то и нужно вам сдать. А для этого вам необходимо понять, а кто ему нужен? И можете ли вы ею быть без вреда себе? Для этого нужно, опять же, принять себя. По-другому не работает, понимаете, в самом деле. Я не очень люблю эти фразы, но как ни крути, как ни крути, а без принятия себя ничего не выйдет. Понимаете, без принятия себя невозможно будет выстраивать отношения, к сожалению. Поэтому я рекомендую вам все-таки, я рекомендую все-таки сперва начать с этого. Время вроде бы еще у вас есть, почему? Думайте мне, что вы вполне способны справиться с этой задачей. С помощью психолога, может быть, сами подумайте, что вы себе не принимаете, и почему, и начнете спрашивать себя, а так ли это негативно, так ли это плохо, действительно ли это мне как-то вредит, действительно ли это меня как-то принижает в глазах мужчины, например. И так далее. А кто вообще сказал, что это действительно важно, то, что у меня, например, было прошлое, и так далее. Вы, в принципе, сами можете это все сделать. Это вполне реально. Главное, чтобы у вас было желание этим заниматься. Если будет желание, то помочь вам можно и нужно. Времени от вас не так много, с другой стороны, вы сказали, что летом, а когда именно лет, не сказали. Так что, возможно, времени еще и достаточно. Только знаете, я вас хочу предупредить сразу, что если вы будете добиваться внимания мужчин, симпатии мужчинам, то это поведение из него сделает пассивного. То есть это воспитывает пассивность. Поэтому я рекомендую вам вот это не забывать, не забывать. По крайней мере, стараться это не забывать. Потому что, ну, действительно, это важно. Очень, очень важно. Не забывайте это, пожалуйста. Старайтесь вспомнить о том, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой. Какой мужчина вам нужен. И вот именно такого мужчину, и старайтесь рядом с собой как-то вот формировать. И либо этот ваш молодой человек будет тем, кто нужен вам, либо не будет. Но в любом случае, нужно это воспринимать адекватно. Потому что это нормально. Абсолютно. Что люди не соответствуют ожиданиям друг друга. Это нормально. Это воспринимается нормально, если человек себя принимает. То есть это вы, опять же, себя будете принимать. Если вы будете помнить, что нужно вам, не ему, не нам, а вам. Вот что нужно вам, то и самое главное. Но правильно. Без накладывания на другого ответственности больше, чем это нужно, чем это необходимо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Делаю вам всего самого доброго и удачи!